В минувшие выходные в Центральном парке культуры и отдыха развернулся настоящий конный спектакль, приуроченный к 210-летию Михаила Юрьевича Лермонтова. Сюжет необычной постановки посвящен началу работы поэта над стихотворением Бородино. В 1829 году Михаил Юрьевич приехал в гости к своему товарищу в усадьбу Петрищева, известную сейчас как деревню Малые Петрищи. Именно после этой поездки поэт принимает решение стать гусаром. Уже в 1834 году он был произведен в Чинкорнета и направлен в лейб-гвардию гусарского полка. Организаторы события поделились своим видением того, чем Лермонтова очаровала кавалерия. А это вот как раз маленькая такая возможность дать им почувствовать себя немножко, вот как бы почувствовал себя Лермонтов, что он увидел, как это могло происходить. Понятно, что здесь нет усадьбы, здесь нет всяких, еще не хватает местных жителей, но вот то, что молодые дворяне обучались с измельства на лошадях, готовились к военной службе, ну вообще считалось верховая езда основы любого дворянина. Дамы в старинных платьях, кавалеры в гусарских мундирах и, конечно же, грациозные кони и наездники. Спектакль – это рассказ о конном спорте прошлого и настоящего, от рыцарского котельона до хобби-хорсинга. Также зрители ждали показательные выступления по фланкировке, искусствовладения холодным оружием, вольтажировке, гимнастическим и акробатическим упражнениям на лошади, а также по дрессуре коня. «Именно в Щелковском парке впервые решили попробовать не просто рассказать о Лермонтове, почему Лермонтов, почему он стал гусаром, как это могло произойти именно здесь, в Щелковском крае. И вот это получился полноценный спектакль. Правда, это первая часть только спектакля». Организаторы пообещали, что следующий конный праздник пройдет в Протайсове уже 16 ноября. Катерина Куцова, Евгений Михайлов, Щелковское телевидение.